всем доброго дня уважаемые зрители продолжение сегодняшнего игрового дня mdl диснейленд мажор квалификации нас регион южная америка ну и в продолжение сразу же хочется сказать что это вторая карта каус первую свою выиграли без особых проблем а раз выиграли без проблем можно свою стратегию и повторить особенно если ее позволяют повторять появляется monkey king in vengeful spirit с предыдущей карты плюс добавился брю мастер ну и шейкер пассивик же esports решили поменять свою стратегию и не безосновательно так все-таки на предыдущей карте них были достаточно серьезная проблема проиграть за 27 минут это не так-то просто с одной стороны ну понимаете конечно я все утрирую что что плохо сыграли плохо поэтому нужно стратегию менять shadow demon betrider ck кентавр и остается получается мидер я для одной и для другой команды скорее всего если это все-таки будет monkey king у нас на легкую брю мастер тройка четверка венга шейкер пятерка либо пятерка венга шейкер четверка и достается останется место для мидера как раз может быть так а может быть как и на предыдущей карте например венга у нас будет позиции номер три оттапа ну и соответственно брю мастер уже тогда становится саппортом если так будет почему бы и нет и особенно если сыграли неплохо но на мой взгляд все-таки венга здесь будет страдать большое количество станов всяких неприятных дизейблов и так далее ну и особенно цк против цк венга не самый лучший герой на этом канале вас ждет еще две серии по три и на самом деле первое как вы видите пока идет очень быстро даже перерыва у нас никакого практически то и не было и на самом деле если так все будет продолжаться то может перерыва между картами большого не будет не знаю если по графику по расписанию игра начнется очень не скоро 3 вот вторая серия пока еще не знаю что за серию мы возьмем но тем не менее она должна начаться чтобы вы понимали в 11 москве сейчас только 8 наверно это как-то слишком долго по времени нет даже если сейчас какая-то долгая игра будет все равно по времени света выбирать герой мирана появляется отлично мирана шадоу демон мирана кентавр большое количество станов соответственно стрелы должны лететь только в цель теперь вы можете выбрать своих героев фантом ланцер хорошо решили людьми интересный сам для выбор вот только вот куда поставят уже видим что в их а то понятное на манки кинге мизере четверка шейкер соответственно в винга у нас будет саппортом брю мастер будет от того троечка и вот не совсем понимаю куда они хотят отправить только пэлла и манки кинга манки кинга отправит в мид либо пл мне кажется все-таки пл нет отправиться против я так понимаю миран даже возможно там будет такая ситуация но ли задавали у вас еще павел отправить по крайней мере так должно быть хочу вам сказать что получили инвайт у нас virtus pro вот только что это официально было озвучено на esl замечательно еще раз обвиняю что если он не являются мейджер майнер турнирами от валвы соответственно они не разыгрываются очки но у нас понятно что происходит вот теперь понятно долго то пауза возможно какая-то это принципе очевидно у нас достаточно часто у этого региона я уже это отмечала но ничего критичного нет то есть у всех бывает практически в каждой игре вначале ставится пауза здесь даже никто не поставил смотрите все загрузились я не очень часто обращаю на это внимание на просто мне такой же курьер не сказать самый красивый курьер дочь много на вас мне очень-очень нравится можете обратить ваше внимание на такую забавную мелочь пока быстренько смотрим закупы я пролистнула вам чтобы вы мирана все-таки в мид против пл нет не пл а monkey king а вот это кстати достаточно забавно я все-таки думала что был отправить до конца была уверена но отправили monkey king а каусы ну перед почему каус взяли каус это все-таки понятно есть и чаус и хаус и каус и господи каус как бы уже не называли в принципе всех игроков и которые крали под забавно да вот они совместились непонятно вот непонятно ребят смотрите подождите брать надо на другого героя это курьер манки кинг залез с курьером вот так вот 30 секунд до ночи они разделились и каждый пошел своей дорогой какой же у цк ауды страшных у двух опасно выглядит так скажем битва начинается ну и поехали пл уже пешочком идет на бот намереваясь стоять против кентрауэра и шадоу демона в миде я пока тоже перемещение от брю мастера пл передумал и пошел на топ начинается свапы линиями хороший боти блок в принципе от фантом лансера под мой тоже неплохой но пэл чуть получше застопил это замечательная линия ну и брю мастер против шадоу демона кентавра на данный момент ну и вот соответственно венга и пэл стоят против цико под райдером телепорт шадоу демона шейкер тоже здесь как трипла венга шейкер пэл трипла на самом деле очень неплохая даже более того например у шадоу демона могут быть серьезные проблемы трипле проблема лишь в том что т.к. ц.к. очень плотный его достаточно сложно забрать и по хп и по армору например сразу изначально семьсот двадцать шестьсот двадцать согласитесь хп не ой как закрыли под минус армором решили попробовать пробить и вот знаете неплохо получилось был бы это шадоу демона не конечно убили бы другая ситуация совсем но тем не менее это был цико который потерял пласку из-за этого всего зарядил себе стики про правильное решение что приобрел на себе стики я поддерживаю потому что почему там какой-то момент забыли кэри о стиках это было время когда все эти масочки были брейсеры популярны на самом деле стики они же все таки дают хп на которые не рассчитывают ваши оппоненты зачастую ну и плюс конечно же ману получается избить ее кларетку и first blood который я пропускаю на миде на миде соло мирана справляются с манки кингом и на такой минуте такой ситуации не должно быть я думаю что манки просто перенаглел период именно обнаглел в плане того что сейчас мирана возможно даже погибнет отомстил отомстил свиха обнаглел потому что видим крепстат манки кинга повыше скорее всего там пытался на из них что-то слишком агрессивно сыграл мирана его за это и наказала но в любом случае мирана очень много получила в плане того что она всегда забыл забрала выбор соло и поэтому благодаря этой ситуации ей полегче сейчас будет но мне творцы мог быстренько переключиться вот чтобы вы понимали общая ценность что в принципе уже она ненамного уже опережает мы видим закончилась так давайте сразу попадает лично но дальше идти не стоит все таки где мастер дерется очень агрессивно поаккуратнее нужно наверное быть именно брю мастеру потому что он тут один битрайдер конечно 2 уже взял а тут идет шейкер шадо демоном разминается пасочка используется что по мане нет по мане очень хорошо а вот ck все неплохо можно даже было бы попробовать напасть стики конечно же конечно же у линги и у шейкера есть против шадо демона это артефакт который важнее чем сапог и нападение на потом лансера сразу стач по шадо демону просто тут еще и битрайдер подошел но видим стики спасают и вот бинга она не уходит такой ситуации станчик еще получается битрайдер немного получила при уход тавера но и настолько чтобы это было как-то критично только шейкер отошел даже на самом деле если бы он был у него не хватало в тот момент маны даже вот с этими двумя стиками и вряд ли как-то мог помочь тем более все таки еще и битрайдер протянулся то есть сейчас трое гораздо более опасные замедление неприятнейшее поэтому все таки наверное правильно ступил что там отошел руночек сейчас кстати баунти будут поэтому либо драться за них надо либо все-таки мне кажется этого точно должно отдавать хотя шейкер и винга могли бы наверно подраться за бок если бы туда не ходил цк но цк пришел станут кентавра кентавр забирает одну брю мастер тоже очень хочет хочет забрать и бежит 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 и успевает вот так вот замечательно сыграно на скорости добежал сколько скорости движения между 20 неплохо неплохо ну как видите сработало самое главное по фарму по капеллу на первом месте манки кинг ненамного отстаёт по крипам как вы видите прям пару крипов кентавр дальше дальше цк и вот конечно разница между манки кингом и мираном очень большая то что мираном сделала фб но потом настолько просила по ксу неприятнейший для нее момент замедляют шедов демона хотят на него напасть га в позиции но пробить не особо получилось даже наоборот в аппл нужно поаккуратнее наводение на бэтрайдера станчик от цк как-то разделились сначала хотели на одного потом на второго фиссура по троим шикарная еще больше размяли бэтрайдера но на бэтрайдера нападать опасно потому что он просто полетит потом сюда нет и если его убивать его убивать нужно сразу вот полетел получил станчик продолжение станку фантом-ланцер фантом-ланцером прохарасили в это время миран покивает соло от манки кинга в миде здесь продолжаются разборки летает до сих пор вэтрайдер и фантом-ланцер уже без стиков под стаками напалма под тремя стаками в это время потеряли шейкера и теперь у фантом-ланцера проблемы но манки кинг здесь получает стан стан манки кинг очень хочет попасть к шаду демона шаду демона его пострал забрать наконец этого шаду демона у парка этого так он и делает забрал шаду демона но знаете не получилось хорошо подраться пл все-таки пошел за бэтрайдером очередной раз хочет им разобраться скорее всего сейчас просто полетит на телепорте потому что оставаться уже нет никакого смысла и если вы не хочет забрать манки кинг это будет гораздо выгодный более выгодный размер и как вы видите вот он размен манки кинг переагрессировал на самом деле они вдвоем спеллом побежали за тавра за каким-то там бэтрайдером бэтрайдер просто развел их как детей потому что это бэтрайдер вообще все равно что на него есть это хотя в цикла был либо цикла и мирана потому что манки кинг все таки он в миде фармил он сейчас соло мирану забрал у него был топовый нитворс на карте его цириать точно не стоит цк бремастера возминает фиссура от шейкера рядом находится бэтрайдер наш разведчик-разводчик переключаемся на нитворсы мирана хочет напасть нам так неплохо кстати напала в плане у нее даже получилось вторую стопа уже полетел как нужно и неплохо покрасила но дальше драться не захотела что сейчас она как раз может его убить для этого ей нужно попасть стрелой и а какой временный глиф на самом-то деле и прыгнуть ну и соответственно манки кинга убить так она может убить цк приобретает себе миндас на топе стопит что-то где он спрятал у нас бремастера бремастера откинули бремастер стан очень долго бремастер живет у него еще стики есть которые он сейчас использует использует но все равно слишком много урона должен покидать большое количество всяких просто стаков ну может получится цк забрать и да его получится забрать так она есть еще шейкер разлетелся но это наверно не знаю что сейчас даже придется так вот этим тимутом цк добивать часы и из-за этого всего и сам погибнет ладно размен 22 опять миран от миди погибает от манки кингов соло забирает руну баунти тавр тима это куда мне только что тратили на топ пытается подразмять кентавра но как вы понимаете пассивка неприятнейшая и вот еще подходит что-то сразу отходят станчик станчик от шейкера но далековато далековато венга даже если бы была шестой в теории свап все равно бы не доставал первого уровня свапа даже свапом сложно назвать брюмастер нападает на цк кстати очень неплохо нападает хп ему снял а у брюмастера должен был ультимейт так оно есть и вот при какой-то минимальной поддержке она тот может двоих забрать минимальным от поддержка я считаю в этой ситуации либо желать и на самом деле побольше поддержки лице манки кинга то что у него очень хорошо. Уровень с тампидом. Нападение у нас. Кентавр просто пытался уйти. У него, кстати, вполне это может получиться. Ну и вот свап. Свап как раз тот, который должен был быть. Винга, встанчик. В кого угрызаются? Кентавр. Почему же они идут именно на кентавра? Посмотрите, как долго он живет. Он еще очень, вероятно, мог бы выжить, но встанов много. Сейчас вот еще копье должно что-лить. Дерется, дерется кентавр до конца и разбираться с фантом-ланцером. Кстати, Винга могла спасти. Она думала, что все-таки Пэл справится, а Пэл оказался не таким сильным, как казалось ей. Можно было попробовать ПТ-шку и силу переключить, но, честно говоря, мне кажется, даже это бы не помогло там в такой ситуации, в которой он, по крайней мере, оказался. Так, ну тем более, кентавра ВГ Баклер. Not bad, yes. Так вам скажу. Маки и Котчин, агрессивно себя ведет. У него Аркейн Руна. Посмотрите, как он прям под таваром дерется и приковывает внимание еще тиммейтов Мирана. То есть предпешится и Бэтрайдера, и Гентавра, и сам не умирает. А в это время, соответственно, другие герои формят неплохо. И шизура от Шейкера. Минус. Минус, конечно же. Напрыгал. Тут еще немножко опасно было. Казалось, что был шанс у Мирана уйти, но, как вы видите, шанс был еще не такой большой. Быстрый. Приходовали. Сейчас еще можно Шадоу Демона найти. И Манки Кинг прыгает. Шадоу Демон прячет его у Астрал. Бэтрайдер. Полет заканчивается. Прыгает Манки Кинг. Суура от Шейкера. Бэтрайдер пытается зафокусить Манки Кинг. Ставит свою арену. Разбирается с Бэтрайдером. Грызается еще Кентавра. Кентавр. Дестампи. Дрипшекер. Ультимейт. Кентавр отправится в таверну. Минус 4. Биха завершает даблкил. У него килинг спри уже. Преследует еще и Шадоу Демона. Зная, что он где-то здесь. Телекорд у него в хулдауне. Прыгает Манки Кинг. Манки Кинг как-то дрался в аркейн руны. И в этом палку уже есть. Еще буквально один удар. Суура продолжает станд. Триплкил для Манки Кинга. И это минус 5. Просто достаточно уверенная. Одного героя не теряют. Сейчас начнут товара забирать потихоньку. Не забываем, что Пэл в этом деле уже не участвует на огонь. Есть сыноботе. Добивает крипов. В принципе, то, что он и должен делать. Сейчас начнется тряска. Гоу. Поехали. Старфол. Идем. Быстрее пропушить. Мирана очень хочет, но... Мирана... А, ну, она просто слабее Вихи. Тут ничего не скажешь. В плане, извините, Виха, может сейчас не находится на пике своей формы. Но опыта у него очень много. И здесь ребята играют гораздо менее опытнее. Играли на пике своей формы, которые не напоминают вершину спирит. Тратится лассо. Батрайдер делает фраг. Ну, как увидим, что... Даже вот на прошлой карте мы сейнобили, вроде бы гнобили. Да не до конца. Показывает, что неплохо было бы забирать товара уже начинать этим заниматься. 15-ая минута. Можно подраться на рунах. За руны. Конечно, за баути. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Тауэр. Не решили его просто не поместить. Центральная башня сил темны разрушена. Центральную башню сил света атакуют. Мидиатавр забрали. Не знаю даже его. Соответственно, уже перемещаются на бот. Понимаю, что они просто сильнее сейчас. Драться им только в плюс. Лавмерс есть у Брюмастера. Ну и нападение на Шейкера. Он остался здесь один. Не знаю, на самом деле, что он присоединил. Они в миди нападают на ЦК. Посмотрите, Потавров очень долго он будет жить. Там перепрожимается. Слав, что он теперь так ситуацию меняет. ЦК разультился. И как запустил его в миди. В ходу у тиммейта Мирана. Вижен мидица. Угибает кентавр. Какой хороший, на самом деле, встан кентавров. Просто по всем. Еще и дальше пошел у нас агрессивный Брюмастер. Брюмастера бы неплохо было по целью. На самом деле, как-то. И вот. Идут сами убивать шеду демонов. Станут от Винги. Кстати, Винга, видимо, встанла единичку. Да, вот так как бы ее прокачала. Ну, хотя бы Вингу и получится забрать. В этот раз Вингу не осеяли слипорт. ЛЦК, который уже резнулся. Шейкера в этом замесе немножко и хватило. Я думаю, что Шейкер очень хочет собирать себе Блинк. У него он есть. Блинк приобретается. И теперь можно по боту пройтись. Потому что Манки Кинг готов драться. У него все есть. Брюм. Минута без ульта. Но не критично. Пока не этот Тауэр разбрут. Можно подождать, пока переместится еще ПЛ. Если что, у него есть телепорт. Минута без ульта, Брюм. Строй немного опасно. Все же. Да и без арены. Но арена уже 30 секунд. Буквально 30 секунд подождать. Например, тоже нет. Ой, на потенциал Немирану идет просто в клочья. Даже не пожалел. Еще и Кентавра. Кентавра тоже. Тоже зацепили. Опять хороший станк. Все подставляются. У них такой большой рейндж атаки у персонажей. Замедление от Брюм. Строго особо было потрачено. Теперь просто дофокусить. Нужно как-то кентав. Но очень плотно. Вот этот Кримсон. Это что-то с чем-то. Фиссура замечательная. Визари. И теперь, конечно же, рейдер тоже будет управляться в таверну. Единственное, что здесь, даже не сам. Единственное, ЦК и Шадоу Демон. ЦК на топе страдают от ПЛ. Шадоу Демон вообще не знает, как куда идти. И забирают тавер Тир-1 на боте. Пришли, включаются на Тир-2. Преимущество уже 11 тысяч. 19-й минута матча. Шадоу Демон следующая цель. Сейчас вот будет фиссура у Шейкера. Прячет он именно Шейкера. Но, как вы понимаете, здесь что-то Демон уже напали на него волки. Такие голодные. В лесу красная шапочка такая ходит. И вот сразу ее просто растерзали. Зверствует Виха. Теряют очередной тавер у нас пассивью. В принципе, в такой ситуации они могут и на хагетистость ходить. Просто потому, что они гораздо сильнее. Тут все-таки неплохо было забрать Рошана. Потому что долго очень приходится убивать того же самого. Кентавра. Ставится арена. Разрывают Кентавра. Прилетает ЦК. Использует ультимейт под ареной. Теряет сразу же все иллюзии. Ультимейт как будто его и не было. И, как вы понимаете, идут дальше. Фиссура от Шейкера достает. Добить, добить. И добиваются ЦК. ЦК имеется байбеку, когда нету Бумерана. Тоже проблемно испытала он свою голову. Но вроде бы хотя бы выжила. А Манки Кинг под Блокинг Баром. Презатушил демона. Но тот его замедляет. Фиссурой дополняет этот стан. И, в принципе, это не есть. Батрайдер Лассо перед смертью. Старфолк Мирана очень красиво ведут. Кентавр на Стампида хочет дофокусить. Бремастер у него это получается. Манки Кинг. Манки Кинг. Палку свою дает. И пытается уйти. Но очень мало хп, конечно, здесь умрет. Но в любом случае... Ну, они уже понимали, что оттуда уходить даже не стоит. Они даже в целом не за Тавром шли. А за просто отвлечения, привлечения внимания Пэлла-то не было. Не было, считай, практически самого напарменного героя. Ну, наравне с Манки Кингом. Который в это время просто ломал Тавр. И сейчас еще Пэлл идет на Мирану. Сразу Пэлла прячет. Пролетает Шейкер. Просто приковывает все внимание. Ну, и Шейкер здесь погибает. А Шейкер после Байбэка долго будет сидеть, наверное. Ой, долго-долго. Мирану забрали. Ну, Пэлл такой, слушай, брат. Ну, ты сам вылетел. Я тебя даже не заставлял. Вот сам нажимал кнопки. Бывает, ничего страшного. Посидеть 60 секунд в таверне. Подумает о своем поведении. О том, что Байбэка, это может, и не стоило. В это время можно пойти попробовать забрать Рошана. У них не самый лучший пик для того, чтобы забирать Рошана. Но, тем не менее, и не самый лучший. То есть, Венжи Фулл Спирит с минус армором. Брюмастер с ландверсом. Это, в принципе, уже должно быть достаточно. Но не так просто. Понимаете, это пассивик спокойно фармят. Потому что знают, что они еле, получается, под своим фонтаном драться. А драться на Рошане иногда нет никакого смысла. Притом, Аегу дают почему-то. Пл. Не знаю, насколько там есть смысл. Банки, по-моему, больше делают. Но у него есть БКБ, скорее всего. Посидите, вот, Нюш, наверное, нападение. Отменять даже очередной раз ультимейт. Хотя, ультимейт отменил. БКБ как-то потратили. Но стопидно потратили. И Млайт Шадоу, что гораздо более важный фактор. Батрайдер без лассо. Лиф работает. Стрела, Маккикин, Бритсо. Гентавр прыгает. Брюмастер, фиссура от Шейкера. Ну и Белл уже пошел все люди выжигать маны. Манкикинка, арена, наконец-то, вышла из стана. Добить хотя бы кого-то нужно просто. Ну, не зафокусили ни одного, что-то героя. Вот Лангетска там просто очень долго фокусили. Добили решетого демона. В то время Лассо. Лассо слабо. Потом это был Спирит. Хорошо, фиссура от Шейкера. Кого фокусить будем фокусить? Ну, Белл с Аегисом может тебе позволить и Гентавр фокусить. Дальше Шейкер продолжение стана. Дальше Шейкер для Михи. Плются в Шаду Демона. Шаду Демон получает счет ультимейт от Шейкера. И это минус 5. И одного героя очередной раз. Как на предыдущей карте. Они там уже на такой минутке выигрывают без проблем. Здесь написали, что ГГ даже не на 26-27 минуте. А на 22-й. У нас Коус Принцип Кэспири достойна. Такая заявочка на мейджер достаточно серьезная. Но не забываем о наличии еще Infamous. И кто у нас... Кто еще есть? А SG в целом? SG Sports. Посмотрим. Потому что интересно на их выступление дальше. Смотрите, как они против более сильных оппонентов. А пока мускальная пауза. Честно говоря, я не могу вам точно сказать, как будет продолжение. Будет ли оно сейчас, либо попозже. Вот только узнаю, обязательно вам скажу. 3-4. 14 счет. Быстенько покажу вам, чтобы на всякий случай видели, как кто выступил. Ну и на этом, наверное, пауза уже активируется. Субтитры сделал DimaTorzok